Июнь Также об итогах ЕГЭ. Сегодня мы поговорим с начальником управления образования Ольгой Тен. Ольга Яковлевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с более серьезной темы, с итогов ЕГЭ. Как в целом их можно охарактеризовать? Ну, если проводить анализ этого учебного года и предыдущего, прошлого учебного года, то, конечно, результаты в этом году гораздо лучше. Мы сейчас имеем из 11 предметов, которые дети сдали, пока результаты только по 6. Из этих 6 результатов у нас мы по городу, город Хабаровск, по краю, занимает первые места это по русскому, по литературе, по английскому языку и по физике. Немножечко на третьем месте мы по математике, ну и на пятом месте по географии. Ну, география, физика и русская литература были детям выбраны для того, чтобы поступать в высшее учебное заведение. А если брать основные предметы, это русский язык и математика, то они гораздо лучше прошлого года. В этом году у нас нет двоек по русскому языку. Если в прошлом году это были двойки, у нас 13 стобальников по русскому языку. По математике у нас на сегодняшний день 60 двоек. Но 19 числа планируется еще один экзамен для того, чтобы пересдать эти двойки. И мы для этого вчера и буквально сегодня проводим консультации. Собрали абсолютно сильных руководителей данного предмета. Это педагоги и математики города Хабаровска. Их 4 человека, распределили их на 15 групп. И они сегодня и вчера проводили консультации для этих детей. Мы надеемся, что двоек у нас в этом году по математике тоже не должно быть. Поэтому наша задача, чтобы все дети, которые дошли до 11 класса, выпустились, получили эти статы. Но тем не менее, вот такие хорошие результаты, они были для педагогов ожидаемы или все-таки удивили ребята? Вы знаете, я так думаю, что мы целый год работали для того, чтобы получить эти результаты. И, наверное, в этом плане, и учитывая показатели эффективности, над которыми мы работаем, которые нам Александр Николаевич поставил задачу, я так думаю, что мы с ней справились. Но самая основная задача, дать качественное знание детям, в этом году результаты у нас хорошие. Но тем не менее, с каждым годом ужесточаются правила проведения единого государственного экзамена, и в этом году не обошлось без нарушений. Были удаления с ЕГЭ, вот все ли получат в итоге аттестаты дети? Значит, аттестат у нас получают дети, которые перешли по русскому, по двум обязательным предметам. Это русский и математика. У нас одного ребенка удалили с экзамена по выбору. Это он сам себе, будем так говорить, что запретил идти в высшее учебное заведение, куда он хотел. Теперь, получается, он должен выбрать что-то другое, где он сдал дополнительные экзамены. А то, что касается аттестатов, то вот если 60 человек, которые не получили, не перешли порог в этом году, перейдут порог, мы надеемся на это, 19 числа будет экзамен, то 100% все получат аттестаты. Пока, наверное, еще рано сравнивать хабаровские результаты с дальневосточными и общероссийскими. С дальневосточными мы сравнили. Я вот сейчас сказала, что мы на первом месте по четырем предметам. А в целом по России, хотелось бы еще сравнить в целом по России, и, конечно, это первые результаты. Потому что мы сейчас зададим те сроки, которые дополнительные, потому что у нас там еще есть дети, которые по состоянию здоровья не явились. И тогда будет точно уже 100% результат, который мы сравним и в рамках Хабаровского края, как город выглядит, и в рамках Российской Федерации. И эти итоги мы подведем на августовской конференции для всех педагогов города Хабаровска. Ну, уже совсем скоро у школьников будет выпускной. Сколько человек приглашены в этом году на бал в Платину-Марину? У нас в этом году выпускается 2400 выпускников, и они все абсолютно приглашены на выпускной бал, который будет проходить 20-го числа, на который мы приглашаем губернатора Хабаровского края, где будет очень хорошая программа для всех выпускников. Я так думаю, что то мероприятие, которое мы готовим им ежегодно, мы хотим, чтобы оно им запомнилось на всю жизнь. Для этого мы прикладываем все свои старания. Но, тем не менее, откройте нам тайну. Какие сюрпризы ждут ребят? Сюрпризы ждут разные. У нас это мероприятие начинается вообще 20-е число, оно начинается с обеда. Мероприятия праздничные. Идет у нас городская акция «Поздравь выпускника». Поэтому любой житель города Хабаровска, идя по нашим красивым улицам, может письменно поздравить выпускника. На определенных точках будут карандаши, листы бумаги, и затем мы эти все листы привозим в Платину Марину. Затем с 18 до 20, это поздравление в образовательных учреждениях, вручаются аттестаты. И с 22 до 5 утра у нас проходит прием мэра всех выпускников города Хабаровска. Он разделен на несколько частей. Первая – это торжественная часть, которая пройдет с 22 до 23 в Платину Марине. Затем танцевально-развлекательная программа у нас идет с 23 до 2 часов. Конечно, мы приглашаем московскую звезду. Какую? Пусть это будет для них сюрпризом. Затем на прудах дети увидят красивые наши фонтаны. И специально для них подготовлено лазерное шоу. И затем мы встречаем рассвет, как всегда, в парковой зоне стадиона «Динамо». Ну, там тоже будут, как обычно, небольшие такие встречи. Которые они увидят. Там еще раз Александр Николаевич поздравит их с окончанием учебного года. С завершениями, удачными завершениями экзаменов. Пожелает им доброго, светлого пути. Для того, чтобы дальше, закончив высшее образование, они вернулись в город Хабаровск. И поднимали нашу экономику, которая сейчас развивается. Города Хабаровска, Хабаровского края. Тем не менее, мероприятие массовое. Как будут обеспечены меры безопасности? То, что касается по мерам безопасности, у нас есть инспектора по делам совершеннолетних, которые закреплены за каждым образовательным учреждением на целый день во время проведения этого праздника. И они приезжают в Платину-Марину. Кроме этого, у нас еще отдельно закрепляются инспектора по делам совершеннолетних за муниципальными служащими, для того, чтобы все муниципальные служащие управления образования выходят на работу. Мы всю ночь работаем. Сегодня мы проводили совещание с руководителями образовательного учреждения. То же самое сказали руководителям, что для нас это не праздник. Для нас это работа. Праздник это для детей. Для администрации города, родителей, педагогов это работа. Кроме этого, у нас УВД будет проводить службу, нести службу на территории Платину-Марину и на самой территории прилегающей к зданию Платину-Марину. Ну и, конечно, ту охрану, которую мы специализируем, охрана, которую мы нанимаем и оплачиваем специально, для того, чтобы полностью обеспечить безопасность наших детей. Ну, в этот день также будут награждены школьники медалями за особые успехи в учении. Сколько в этом году ребят? Вот одна из изюминок, которая будет на нашем мероприятии, это награждение губернаторам Хабаровскрая и мэрам города Хабаровска отличившихся выпускников. 20 человек губернатор будет награждать, это 100 бальников, их 13 человек, и 7 победителей и призеров Всероссийских Олимпиад. И 30 человек мэр города Хабаровска награждает особо отличившихся. Это есть критерии, по которым специально дети отбирались, это и победители Олимпиад краевого уровня, и спортсмены, которые занимали призовые места. И кроме этого, мэр города Хабаровска вручает всем абсолютно детям подарки от его лично. Но тем не менее, вот особо отличившихся, вот в этом году число вы уже назвали, это большая цифра для этого года или, в принципе, стабильная? Здесь, знаете, здесь немножечко, если говорить о стабальниках, то их в этом году меньше. В прошлом году у нас было 25 стабальников, в этом году 13. Это связано еще с тем, мы анализировали работы, которые были в этом году, они гораздо сложнее, чем прошлого года. Наверное, это правильно, потому что единый государственный экзамен, он заключается в чем? В том, чтобы первое, дети получили аттестаты, и второе, поступили сразу в высшее учебное заведение. Поэтому, конечно, уровень подготовки должен быть абсолютно разный. Очень правильно принято решение, что снизили тот балл, который дети должны перейти, порог. И, наверное, правильно сделали, что вот такого повышенного уровня были задания для того, чтобы действительно дети, придя в институт, показали хорошие свои знания, которые им дала школа. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо.